Всем привет! В этом видео я расскажу, как подать документы через личный кабинет абитуриента на сайте NeuDogu. Для этого заходим на сайт NeuDogu и первое, что мы видим, это баннер, ведущий на страничку приемной комиссии. Здесь вы видите краткую инструкцию, которую необходимо изучить перед работой. Также перед тем, как подавать документы, обязательно изучите правила приема, потому что именно в правилах указана вся информация о сроках, об особых правах и льготах. И если вы не изучите правила приема, то вы можете допустить ошибки при заполнении личного кабинета. После того, как мы изучили правила приема, нажимаем кнопку «Регистрация» и создаем свою учетную запись. Так как я уже зарегистрирована, я перехожу в личный кабинет абитуриента. В личном кабинете абитуриента есть несколько шагов. По каждому из шагов есть инструкция. Перед тем, как проходить шаг, рекомендую изучить инструкцию. Все шаги необходимо проходить поэтапно. От первого и последнего. В самом начале вы видите, что у вас все шаги подсвечиваются красным или золотым и указано состояние шага не пройден. Начинаем с шага 1 анкета. В анкете мы заполняем свои личные данные. Фамилию, имя, отчество, если оно у вас есть, пол и указываем дату рождения. Обратите внимание, у меня здесь 2002 год. Если у вас здесь год позже, то у вас здесь появится поле для загрузки согласия родителей или опекунов несовершеннолетнего абитуриента. Оно будет выглядеть вот так. Согласие на обработку персональных данных абитуриентов, не достигших 18 лет. То есть из личного кабинета вас ссылка отведет на нужную страничку. Вы скачаете это заявление, точнее согласие, заполните его, здесь есть образец, отсканируйте и прикрепите в соответствующее поле анкеты. Вводим место рождения. Обратите внимание, что здесь везде указано, какие можно вводить буквы, цифры и символы. Выбираем гражданство, либо ставим галочку «Не имею гражданства». Указываем адрес почты, номера телефонов. Обратите внимание, что также необходимо использовать только допустимые символы. Вводим документ, удостоверяющий личность. У меня это паспорт. Серия, номер, дата выдачи, наименование подразделения, код подразделения. Если у вас на момент сдачи ЕГЭ будет другой паспорт, вам необходимо проставить галочку и ввести данные паспорта. Вводим адрес регистрации. Также выбираем из каталога. Если не нашли, ставим галочку и вводим вручную. Либо ставим галочку «Нет адреса регистрации», если у вас нет адреса регистрации. Если адрес проживания и адрес регистрации совпадает, ставим соответствующую галочку. Добавляем иностранные языки. У меня добавился английский. Можно добавить несколько языков и при необходимости удалить, если ошиблись. Загружаем в сканкопии. Обратите внимание на допустимые размеры и расширение файлов и обязательные файлы. Итак, первая страница паспорта и страница паспорта с регистрацией. После того, как мы загрузили сканы, нажимаем кнопку «Сохранить». Мы видим, что наша анкета сохранена. Ее статус сохранена. Мы можем вернуться на главную страничку личного кабинета и увидеть, что состояние шага пройден. Мы прошли первый шаг, но обратите внимание, что анкета у нас находится в состоянии «Сохранена». Для того, чтобы на основании этой анкеты сформировать заявление о приеме, вам необходимо перевести эту анкету в статус «Отправить». Поэтому нажимаем кнопочку «Отправить» и видим, что состояние анкеты отправлено. Первый шаг завершен и мы можем двигаться дальше.